Еще раз всех вас приветствую, братья и сестры. Сейчас у нас время послушать проповедь, потом мы помолимся в конце. Я хочу, чтобы мы открыли Священное Писание, книга «Экклесиаст», 3 глава, 14 стих. Книга «Экклесиаст», 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Когда что-то Бог делает, то к тому нечего прибавлять и от того нечего отнять. Мы это называем совершенством. То есть, когда нечего прибавить к чему-то сделанному и нечего оттуда убрать, это называется совершенный продукт. Это называется совершенство. Я не знаю, знаете ли вы хоть одного человека, у которого ничего нельзя было бы отнять или ничего бы не добавить. Мы иногда говорим, ты хороший человек, но если бы у тебя вот этого, вот этого не было, или тебе нужно чуть-чуть добавить чего-то, и все будет просто отлично. Вот когда Бог делает что-то, то да, ничего нельзя добавить, и оттуда ничего нельзя убавить, потому что Бог делает очень качественный продукт. Расстояние между Землей и Солнцем настолько выверенное, точное и совершенное, что нельзя ни приблизить Землю, ни удалить. Если бы кто-то попытался бы, катастрофа была бы на планете. Наш организм, все сделано так совершенно, что все работает правильно. Все вокруг нас находится в полнейшей гармонии. Параметры, Богом данные человеку, определенная температура, давление, влажность и так далее, и так далее, все находится в совершенном измерении. Почему? Потому что Бог это сделал. И какие бы люди не получали степеня научные, в каких бы областях, они всегда будут поражаться мироустройству. Если даже неверующие люди говорят, как это совершенно вокруг все, какая закономерность, начиная от Вселенной, заканчивая внутренностями, если так можно сказать, микрокосмоса, ядра, атомные и мелкие частицы. Все в совершенстве, туда ничего не добавишь, и оттуда ничего не уберешь. Тема моей проповеди сегодня «Качественная христианская жизнь». Качественная христианская жизнь. Когда я был ребенком, мама меня посылала в молочный магазин и говорит, вот тебе трехлитровая банка, это для молока, а вот поллитровая банка, это для сметаны. В то время, там еще динозавры, наверное, были, молочные продукты просто из фляги черпали. Кто-то помнит, о чем я сейчас говорю, да? Помните. Вы приходите к продавцу, этой банкой, она берет, наливает, закрыли, сметану налили, ну и домой идешь. И я помню один вопрос. Вот стоишь в очереди, а эта очередь как же без очереди? И вот этот вопрос покупателя к продавцу. А сметана сегодня хорошая? Хорошая сметана? Я думаю, а какая сметана может быть? Она либо есть, либо нет. А когда задают вопрос, качественная ли сметана, вы съели бы некачественный сыр? И что значит некачественный сыр? Это уже не сыр, правда? Что значит некачественное молоко? Что значит некачественный какой-то продукт? Я вырос и получил профессию наладчик машин и оборудования и молочной промышленности. И когда я окунулся в дебри этого процесса, я работал на заводе, где производили молоко, разливочные цеха, пастеризация, сепарация, ну бесконечно все это. И вот я понял, почему люди спрашивают в магазине, а сметана сегодня хорошая? Потому что я видел оригинальный продукт сметаны. Когда эта сметана делалась вот и закрывались эти фляги с пломбами. И я помню, когда мы открывали или вот еще не закрыли эту флягу, ты мог эту сметану ножом резать. Она была очень густой. Очень густой. Выверялось все по технологии, все было правильно. Но когда я на следующий день шел в магазин эту же сметану покупать, эту же, что мы и производили, то эта сметана выглядела уже не сметаной. Жиденькая. Что там делали с этой сметаной? С чем смешивали это все? Но это уже была не та сметана, которую я вчера видел на заводе. Я хочу сегодня поговорить о некоторых моментах нашей жизни, где качество должно быть, иначе у нас жизнь не будет нормальной и правильной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И наше спасение стало возможным, я проповедовал об этом несколько воскресений назад, потому что Божья степень любви выявилась в том, что Он возлюбя сделал что-то конкретное. Он так возлюбил, что отдал. И здесь написано, Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Когда Бог что-то сделал, Он сделал так, что можно было ставить знак качества. Кто-то помнит знак качества в Советском Союзе? Это пятиугольник на товарах. Качество, знак качества. Это я вот сейчас думаю, а что значит на этом товаре есть знак качества, а там нет знака качества? Ну что, если гвозди без знака качества, они что, кривятся, они не так вбиваются? Ну что-то было такое, что отличалось от других товаров. Вот вы заметили, если вы покупаете Lexus машину и дорогой Lexus, LS или там какой-то, Lex, 507, очень дорогой, в районе 100 тысяч долларов или чуть меньше, вы заметили, где эти машины производятся? Или Acura берете, да, дорогую. Там написано Made in Japan. Отчего, собственно? А другие машины? Другие машины, Toyota, Nissan, более низкого сегмента, ценового. В Мексике, в Америке где-то заводы, они делаются. А я думаю, а почему эти машины всегда с Японии привозят? Потому что они отвечают за качество. И они хотят видеть, что если человек заплатил такие деньги, чтобы эта машина завтра не сыпалась, для них это престиж. Для них престиж, если человек заплатил, он сел в эту машину, он знает, что отделка, металл, мотор, все, что там есть, высокого качества. Иначе никто не будет платить такие деньги. Мы хотим, чтобы когда дом наш ремонтируют, делали качественный ремонт, чтобы через два дня не сыпалось все это. Я помню про одного печника, когда он сделал эту печь, печь вот так уже валилась, и он держит печь и говорит, будьте платить, или я отойду. Но не хотелось бы такого специалиста дома иметь, понимаете? Мы ратуем за качество, мы хотим, чтобы пища была качественной, товары народного потребления были качественными, чтобы все было качественно. А как насчет духовной жизни? Вот Бог сделал так все, что человек стоит, открыл рот, и смотрит, и глаза, и благоговея нас. Потому что, а как это? Как так произошло, что во всей вселенной, вот здесь мы в рукаве Ориона где-то, солнечная это наша система, в Млечном Пути, на таких расстояниях, что по-другому нельзя было. А так произошло. Бог все сделал качественно. А почему наш мозг так работает? Интересно, что те, которые работают с мозгом, до сих пор полны впечатлений, и говорят, что это тайна из тайн. Но вот берешь наш мозг, это серое, говорит, вещество, навоситель 90% из воды. Каким образом это серое вещество произвело столько прекрасного в этом мире? Какие научные, технологические открытия? И все это вот здесь, в этой черепной коробке. Там все совершенно. Там все идеально. И ни один компьютер никогда не сравнится с нашими способностями человеческого мозга. Потому что Бог, когда что-то делает, это совершенство. Знаете, я когда-то в городе ходишь, иногда в больших городах, люди говорят, хотите рисунок вас? Вы сядьте, мы его сейчас быстро нарисуем. Кто-то мелом, кто-то угольком. Я был в Сан-Франциско, однажды удивился, как один художник, он вот за несколько минут разрисовал вот то, что я видел своими глазами, и ты покупаешь эту картину. Быстро, четко, качественно. Я удивляюсь, смотрю, говорю, ну как так можно? Ну как? Я когда рисую медвежонка, мне полдня нужно, и у меня получается лошадь все равно. Понимаете? Машину пытаюсь, у меня мотоцикл ходит, ничего не получается. А он так взял, посмотрел, все-все, там цветы, оттенки, все, качество. И мы говорим, за это можно и заплатить. Это очень качественная вещь. Мы ратуем за качество. Некоторые люди говорят, я хочу настоящую кожу на диване. Мне вот это все, знаете, искусственное, мне не нравится. Если у меня будет мебель, она будет деревянная, а не какими-то ДСП, ДВП и так далее. У меня будет настоящее дерево, хорошо. У меня будет краска настоящая, вот все настоящее. Если это стекло будет, хорошее стекло. И чем богаче человек становится, тем быстрее он отслаивает от себя все некачественно и хочет качественно. Иногда вы заметили, если вы заходите к человеку, говорите, ну смотрите, какой-то уродливый диван, я не знаю, ну цена небесная. И он вам говорит, вот это дерево, ну оттуда растет где-то в Альпах, возле скалы какой-то, не знаешь. А вот это, вот эта кожа, это не просто вот бычья, не знаю какая, особое животное. Мы говорим, вау, вот это круто. Чем богаче человек, чем больше у него возможностей покупать то, что он хочет, он будет брать качественный товар. Ну такая наша психология, такая наша натура. Но почему, когда дело доходит до христианской жизни, у нас тяп-ляп? Почему, когда доходит до духовных достижений, духовных качественных моментов нашей жизни, у нас все как бы спустя рукава. А, и так пойдет. Но дома у тебя так не пойдет. Ты за каждой деталью видишь качество, и ты хочешь качество. А почему в церкви, почему в твоей духовной жизни и так сойдет? Но если Бог делает все очень качественно, что перед Ним благоговели, почему у тебя и так пойдет? Поэтому и твоя жизнь вся и так пойдет. Но ты мучаешься, потому что нету качества в жизни. Вот об этом хочется сегодня поделиться с вами. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Ох, вот это качество. И вот эта конструкция сегодня у меня будет основной. Так, чтобы. Или так, что. Бог делает так, чтобы благоговели. Он не просто делает так. Вот тяп-ляп сотворил, и там пусть люди думают, Он сделал так, чтобы люди благоговели. И чтобы там нечего было взять и нечего было добавить. Мы говорим, это совершенство. Все. Поэтому в Слове Божьем в конце написано, если вы прибавите к этому слову, вас ждет наказание. И если убавите с этого слова, вас ждет наказание. Почему? Потому что Слово Божье совершенно. И туда нельзя ничего добавлять. И оттуда отнимать тоже нельзя. Один был такой, желающий отнять из Слова Божьего. Он вырезал некоторые места. По-моему, это один из американских президентов. То, что ему не нравится, то, что он считал, что неправильно. И у него Библия-то такая скукоженная была. Маленькая осталась. Потому что он выкинул то, что он считал, что там не должно быть. Так нельзя. Бог сказал, не будешь оттуда брать и не будешь добавлять. Что о нашей жизни? Мы говорим иногда, американцы говорят, вы покупаете то, сколько вы платите за это. Понимаете? Вот чем больше ты платишь, тем лучше и покупаешь. Такова жизнь. Таков закон. И несколько областей, сфер, где нам нужно проявлять очень качественное отношение к Божьим требованиям. Первое. Я хочу, чтобы мы открыли Священное Писание, Деяние 14.1. Деяние 14 глава, первый стих. В иконе они вошли вместе, иконе они вошли вместе, они это Павел и Варнава, апостолы. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Говорили так, что уверовало много людей. Это качественный разговор, это качественная речь, это качественное обращение к людям. Их разговор был не просто так, чтобы люди ушли и забыли через пять минут. Они говорили так, что эти слова дошли. Они говорили с такой силой, с таким качеством, что эти слова произвели определенный эффект и определенную работу. Братья и сестры, мы все с вами говорим. Вот иногда в деревнях говорили, в селах, ты приходишь в церковь, они говорят, брат, ты из говорящих? Да мы все говорящие. Просто о разном говорим. Но имелось в виду, что ты, если говорящий, ты говоришь проповедь, ты говоришь слово, ты можешь говорить. А вот качество в этом говорении, в этом проповедовании у всех разное. Иногда есть проповедь, которую ты забыл через пятнадцать секунд. И даже если тебя попросят вспомнить, о чем проповедник говорил, ты не вспомнишь. Даже если приставят к виску пистолет, ты не вспомнишь. Вот да, он что-то был, он там говорил, но не могу. Почему так? А он что, не говорил? Он говорил что-то. Не могу вспомнить. А бывает такая проповедь, что годы прошли и двадцать и тридцать лет, а ты помнишь эту проповедь. Почему? Эти слова произвели эффект. Эти слова были сказаны так, что оно засело, осталось там. Эти слова были очень качественно произнесены. В этих словах была сила Святого Духа. И вот, когда я читаю, что апостол Павел и Варнава и Павел говорили так, что уверовало великое количество людей. В Иоанна 44-46 мы читаем о Христе. Некоторые из них хотели схватить Его, но никто не наложил на Него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и сказали им, для чего вы не привели Его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Это не просто тавтология. Они действительно пошли схватить Иисуса, но в словах Иисуса была такая сила, что они не смогли, не физически не смогли, они просто были как будто стена была, они не могут поймать, схватить такого человека, который произносит так слова. У меня такой вопрос, а что с нашими словами? Вот когда я что-то говорю моей жене, она как воспринимает мои слова? Когда я что-то говорю моим детям, какой эффект? Когда я проповедую здесь, какой эффект? Когда я разговариваю с любым человеком, насколько в моих словах есть нечто такое, чтобы они были качественными, высокого качества, чтобы человек, слушая меня, принял этого внимания. Знаете, я когда-то был в одной семье, мы ели, и папа решил дать наставление, и надо же, именно во время обеда, своим детям. Наверное, ему хотелось передо мной что-ли, похвастаться, я не знаю, что он очень хороший, такой духовный, отец семейства, и он говорит, дети, я хочу вам дать наставление, ну мы едим, вроде обед, и он начинает говорить, вы должны всегда читать Слово Божие, потому что жизнь тяжелая, и Господь через Слово может с вами говорить, помочь, вы всегда должны молиться. И я поймал взгляд, вот, сына и дочери, они тоже за столом были, они посмотрели друг на друга и улыбнулись, типа, ну наш ботяня дает, с чего это вдруг вспомнил про Слово Божие, они едят, никакой реакции, отец на полном серьезе, я вот вам говорю, я помню, как я был молодым, и так далее, и так далее, никакого эффекта, они как ели, смотрят друг на друга и улыбаются, давай, папа, говори дальше, я подумал, интересно, когда я своим детям говорю что-то, они тоже так переглядываются друг с другом, говорят, папу, и мне стало страшно, если такое будет у меня в жизни, что я буду, допустим, ребенку своему говорить, и он не воспринимает мои слова, значит, у меня нету качественных слов, у меня не было качественной жизни, у меня нету качественного авторитета для них, у меня ничего нет качественного, вся жизнь была тяп-ляп, сметана была смешанная с кефиром, не было качественной сметаны в жизни, Поэтому мои дети меня просто в упор могут не слышать. Слушать могут, а слышать нет. Вот здесь написано, что они так проповедовали, так говорили. Я говорю, Господи, помоги нам всем в церкви ли, на работе ли, в отношениях в семье. Говорить так, чтобы это было эффективно, неэффектно. Эффектно мы иногда можем и кричать, и бить кулаком об стол. Но это только эффект, но эффективности никакой. Да благословит Господь нас и так проповедовать. Я даже хочу сказать братьям, которые выходят сюда или мечтают проповедовать. Если это не ваша боль, страсть, желание, огонь, жизнь, ну забудьте дорогу сюда, это не для вас, это место. Вы скажете что-то, но скажете больше себе. И вас заводят через 10 минут. Если для вас это проходной номер такой, ну как, называться проповедник. Бегите от этой мысли. У вас все должно быть внутри. Болеть этим, тогда слова будут иметь эффект. Говорить так, чтобы уверовали. Послушайте, с неверующим человеком, если вы захотите о Христе говорить, то говорите так, чтобы он услышал. Если вы хотите кого-то обличить, помочь, открыть глаза, но говорите так, чтобы оно было воспринято. Я как-то исповедовался во грехе перед какой-то церковью, и сейчас еще и перед вами исповедуюсь. Ехал я в поезде на второй полке, в плацкартный вагон. Знаете, шутку плацкартного? Ну, четыре места. И вот напротив другой человек, и мы разговариваем с этим. А я ехал с миссионерских полей. И у меня была тогда такая привычка, ну, кого увидел, надо поделиться Евангелием, что-то сказать, сказать о Боге. Это было в 80-е годы. И я разговариваю с этим человеком, ну, обо всем, что угодно. О жизни, о технике, погоде, политике и так далее. Ну, обычный разговор. Ну, я не думаю, что там внизу, в которых две женщины сидят, тоже меня слушают. Плацкартный вагон – это чем? Ты всех слушаешь? Все слышно, да? Кто на мужа жалуется, кто на жену, кто с любовницей где-то. Все это перед тобой. И приближаясь уже к месту, к тебе надо выходить, я решил, я вдруг вспомнил, что я христианин. И решил сказать о Христе и подарить Евангелие тем женщинам, которые были внизу. И я так спустился, одеваюсь и говорю, можно вам предложить Евангелие, Новый Завет, о христианстве, что-то, Христос. И одна женщина, которая взяла Евангелие, говорит, ну, спасибо, конечно. Ну, говорит, я слышал, о чем вы говорите? Вам это же самому не нужно. Если бы вам это нужно было, вы же об этом, наверное, бы говорили, да? Если для вас это было бы главное. Братья и сестры, меня эта женщина так обличила, что я до сих пор, когда вспоминаю, меня вот колет все вокруг. Я думаю, ого-го-го-го-го. Я болтал, чего не надо, суета-суета. А потом вдруг я такой, святой евангелист нашелся. Найте Евангелие, покайтесь. Мне самому покаяться надо. Было-было. Вот когда мы говорим, что дай Бог, чтобы мы так говорили, чтобы эффект был, чтобы наши слова воспринимались серьезно. Второе. Чтобы мы могли так молиться и поститься, чтобы мы услышаны были. Я читаю Исаия 58, 3-4. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Еще раз эту последнюю фразу. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Господи, а как мы постимся? И до какой высоты доходит наша молитва? Если ты говоришь, что вы не поститесь так, чтобы я слышал вас там наверху. Ваш этот пост простирается по земле, как туман. Он не доходит до неба. Иногда люди подходят и говорят, скажите, а как правильно поститься? Вот если я не буду завтракать, а потом только пообедаю, будет ли считаться пост вот с момента, когда я заснул, и вот до обеда? Другие говорят, а если я вот там, у меня желудок болит, а если я там в 4 часа, ну не кусочек поем, или чайку только, будет это считаться постом? Кто-то говорит, а если я просто яблоко перекушу, но мяса не буду? Все вот эти моменты, это издевательство над понятием поста. Скажите, пожалуйста, когда у вас горе, серьезное горе, у вас кто-то умер из близких, любимых, вы сильно раздумываете, что вы будете есть на обед? Вы сильно думаете, вот если бы вот это блюдо, это моя мечта? Нет, вы забываете про еду, вы забываете про желудок, потому что другие мысли гложат, другие мысли мучают. Нельзя поститься формально, нельзя поститься по графику, нельзя поститься просто потому, что кто-то сказал, а давай, ну давай. Это может быть время, когда вы не едите, но этот пост, Бог говорит, вы поститесь, и от этого поста только хуже другим, вы бьете других. Этот пост питает ваше самолюбие, ваше высокомерие, вы унижаете даже других. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6, 16, 18. Если пост имеет знак качества, это великое дело. Не все мы постимся. Мы даже некоторые вообще не знаем, о чем идет речь. Кто-то считает, что в Новом Завете пост не так важен, потому что, ну, написано же, если жених с ними, вот отнимется жених, тогда будет поститься, а так как жених с нами постоянно, то есть Иисус Христос, мы не имеем нужды в посте. Да, но об этом, наверное, не знал апостол Павел, который говорил, что он много постился. Братья и сестры, когда мы говорим, брат пастор, у меня такая нужда, такая нужда за ребенка, за мужа, за жену, и хочется спросить, а ты постился сам когда-то? Нет, вы помолитесь, и все будет. Но если ты не сделал этот качественный рывок в твоей жизни, если ты сам не сделал это, что Библия предлагает, когда Иисус сказал, этот род, сей род изгоняется только молитвой и постом, есть определенные трудности в жизни, которые иначе не решатся, кроме молитвы и поста. Мне стыдно за то, что у меня мало постов в жизни. Стыдно, да, признаюсь и каюсь в этом. Я хотел бы, чтобы я постился так, не просто говорить, ждать, когда же это закончится, когда пять часов, чтобы я уже наелся, так наемся, так наемся, так проголодался. Выбросить этот пост в корзину. Гарбич. Он ни перед Богом, ни для ангелов, ни перед бесами, ни перед дьяволом не иметь никакой цены. Ты помучал немножко свой организм, но на этом все, поставил точку. Когда мы говорим о качественной духовной жизни, у нас должны быть качественные духовные практики, упражнения. Иисус говорит, это внутреннее что-то. Это внутреннее. Делай так, чтобы люди не знали об этом, но чтобы Бог знал. Я однажды поехал на базар купить электронику. Мне появились деньги, чтобы я купил видеомагнитофон. А вы знаете, что в 80-х, начало 90-х, но иметь видеомагнитофон, это было шикарно. Я помню, один брат продал Жигули и купил видеомагнитофон за 5 тысяч рублей. И вот ты приходишь на этот базар. Огромный выбор. Много коробок, много ящиков, много надписей, в которой ничего не соображаешь. Но я заметил странную вещь. Компании Sony, Panasonic, японские компании, были в коробках таких, серых, бесцветных. Ну, просто смотреть не на что. И все, что там писала, Sony, какая-то модель и фотография как бы этого магнитофона. А в других, made under bridge, допустим, где кто собирал, коробки разукрашенные, красивые, бросаются в глаза с разных этих... и думаешь, наверное, вот этот аппарат в такой коробке разноцветной, красивой, прям-прям-прям-прям аж... оказывается. Бери вот эту коробку безликую, но там внутри очень качественный продукт. И будешь десятилетиями крутить, и не поломается. Но наши глаза попадают куда? на то, что вот блеск создает впечатление, эффект. Там так красиво нарисовано. Погоди, ты там открой, включи, послушаешь. Я помню, как нас просто обманывали. Мы не очень. Я подхожу, говорю, можно вот этот магнитофон купить? Такая красивая коробка продавец говорит, это такой магнитофон. Здесь квадросистема. Здесь такой звук. И берет, включает и мне на ухо. Вы послушайте. А я в этом ничего не понимаю. Ну, слушаю. Вы слышите квадросистему? Какая квадросистема? Там еле музыка шевелилась. Берите последнее. А качественные вещи, они не нуждаются во внешней обертке. Вы слышите? Оно внутри. Ты понимаешь, что оно внутри намного лучше. Как здесь написано, ты закрой дверь. Твой этот вид постящегося, оно не должно действовать на других. Ты внутри будь таким. Пусть это Бог оценит. Будь качественным, постящимся внутри. Следующий момент. Отношение ко времени жизни. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89,12. Так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте молитвах. Ефесианам 5,15,16. Итак, поступайте осторожно, никак неразумны, но как мудры, дорожа временем, потому что это не лукавы. Качественное отношение к нашей жизни. Часы-то тикают, секундная стрелка бежит. У меня есть часы, где стрелка не стучит, не стучит как бы, да, по секунду, а вот плывет. Есть такие, сейчас кто-то видел? Делочка так идет, время течет, действительно, как будто вот все течет. И здесь написано, научи нас так счастлять дни наши. Другими словами, научи нас так относиться к жизни, к минутам, ко времени. У нас жизнь ограничена. Она ограничена. Второй жизни не будет. И третьей тоже. Это у кошки девять жизней. У нас одна жизнь. Эта жизнь имеет начало и завершение. Научи нас так счастлять дни наши. То есть, мы же, когда вы хотите что-то купить, вы говорите с женой, а давай посмотрим, сколько у нас есть денег. Посчитали? Не, не купим. Прежде что, да, решить, купить. Мы же считаем что-то. Нам важно знать, а сколько в кармане? А потяну ли я это? А смогу ли я это? Вот мы тут мудро поступаем. Научи нас так относиться к жизни. Суеты много. Ситуаций много. Хотений много. Все хочется. Все. А времени мало. И вот это малое, псалмопевец говорит, я хочу так считать эти дни. Так относиться ко временем, которые уже и дни лукавые, и время последнее, и близок всему конец. Господи, помоги выбрать главное от второстепенного. Помоги оставить то, что подождет, и заняться тем, что ждать не может. Помоги правильно поставить приоритеты. Молодежь, я хочу обратиться к вам. Будьте читающими. Читайте книги. Читайте книги. Читайте серьезную литературу, серьезных авторов. Читайте духовные книги. Я сейчас не говорю про Библию. Это само собой разумеющееся. Сколько вы тратите, держа в руках телефон? И что вы реально читаете? Когда вы последний раз прочли толстую книгу? Когда вы последний раз читали что-то классическое, или что-то серьезное, глубокое, размышление, которое подталкивает вас к тому, чтобы мыслить? Милые, молодые люди. Все время вот это, то, что мы живем, это направлено на отупение нас. Чтобы мы были тупыми. Чтобы нами легко было манипулировать. Чтобы нам можно было влить любую информацию, чтобы мы ели это без размышления. Чтобы мы хватали все блестящее, искрящееся и покупали это быстро. Чтобы вам иметь свое собственное мнение. чтобы вам иметь стержень внутри. Чтобы иметь собственную позицию. Вы должны что-то читать, что-то знать, что-то изучать. Не только компьютер. Эти игры, которые вы стреляете без конца. Или там на машинках. Или что-то еще. Они не дают ума. Разум не приходит от этого. Не тратьте свое время. Пока у вас есть память, пока у вас есть способность. Учите языки, учите технологии, учите интересные вещи. Законы учите. Вы никогда не пожалеете об этом. Будьте любознательными. Да, сегодня есть Википедия. Да, сегодня есть программы библейские. И я пользуюсь этими программами тоже. Но если вы не будете читать, у вас атрофируется вот то в мозгах, что рассчитано на размышления. И вы будете смеяться, когда вам будут говорить самые глупые шутки. Потому что на большее мы не будем способны. Четвертое. Мы должны ярко светить. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Матфея 5, 14, 16. Так да светит свет ваш. Так да светит свет ваш. Как, Господи? А чтоб люди видели и прославляли Отца вашего небесного. Не просто вам спасибо говорили. Не просто хвалили бы вас. А чтобы их взоры пошли выше, чем вы. Чтобы они вдруг задумались о вечности. Чтобы они подумали о Боге. Чтобы они вдруг начали размышлять о том, что если вы так ведете свою жизнь, и она светит так ярко, ослепляет им глаза, они ничего против вас не могут сказать. Потому что видят в вас качественную христианскую жизнь. Качественные слова, качественные поступки, качественные отношения. И они понимают, что вы другие люди. Вроде бы из того же теста, что они, но другие совсем. И когда они видят, вы за партой, в школе, за компьютерным столом, где-то в комнате, в офисе. Они видят этот свет. И самая высшая степень этого качества, когда они прославляют небесного Отца. Когда они приходят к вере в Бога. Когда они вдруг говорят, знаете, что-то в вас было. Я никогда не забуду. Этот, наверное, дедушка уже умер. Я юноша, работал с ним. Какой он был человек. Послушайте, я был молодой еще, сопливый. Сколько лет? Лет 18. А ему было, наверное, тогда я думал, что дедушка, может, лет 50. Как он вел себя? Как он разговаривал? Христианин, настоящий. Я тоже, типа, верующий был. Но как он? Я буду умирать, я буду его помнить. Его слова. Я видел, как начальство на него кричало. Я видел, как люди оскорбляли его за веру. Я видел, как материли, плевались с его след. Он работал простым кочегаром на заводе. Но я никогда не забуду тот свет, который он был иногда в саже. Тьма, пыль. А от него свет исходил. От него исходил свет. И знаете, несколько лет назад я поехал в больницу посетить нашего члена церкви, помолиться. И заходит медсестра, мексиканка, по-моему, и говорит, вы русский? Вы говорите по-русски? Я говорю, да. Пойдемте там в палате, там есть еще такой, как вы. А зачем? Ну, пойдемте, пойдемте. Чего она меня позвала, я так и не понял. И я пошел. И знаете, что? На постели лежал этот человек. Это дяденька, которого я не видел 30 с чем-то лет, наверное. Я его узнал, он меня не узнал. У него были родные, видно, уже прощались. Время пришло. Послушайте, я его обнял. Я говорю, вы, наверное, меня не помните. Но я вас помню. Потому что свет, он оставляет в памяти что-то. Знаете, меня всегда удивляют люди, отличающиеся от всех. Они в голове у тебя так вырезают там резцом. Ты знаешь, как христианин. Я говорю, я помню вас. Это я сейчас, пресс-фитер, не знаю кто. Но вы для меня остались примером, до чего я хочу доползти. Хотя бы дотянуться. Может быть, у меня тогда юношеский взгляд был на вещи. Может быть. Но я помню, как он выдерживал эту хулу на себя. Никогда не воздавал. Никогда не злился. Никогда его толкали со всех сторон. А он когда со мной оставался, как ты думаешь, брат, он меня назвал брат, как вы думаете, мне, пацану? Вот в Слове Божьем. Вот вы читали, вот, говорит, сегодня, вот это, вот это. Я говорю, да, я читал. Но я читал очень хорошо Библию. Но его размышления. О чем это все веду? Братья и сестры, мы либо светим, либо мы тусклые, грязью наполненные, что свет, какой бы там ни был изнутри, не пробивается через это стекло. Ну, никак. Помыть надо окно. Помыть этот фонарик нужно, вот это стекло помыть. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От этой накипи порой, накипи с возрастом, с годами, с фарисейством, с ложью, формальностью. Это накипь становится. Какой там свет? Одно название осталось. Это последнее. Бежать ради победы. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряя и порабощая тело мое, да вы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9, 24, 27. У меня есть друг, с которым мы познакомились в классе 5, что ли, я не помню, сколько мне было уже лет, 11, 12. И знаете, в 14 лет он решил бегать. Каждый вечер бегать. Несколько километров, потом он добавил 5 километров, потом 10 километров. Он бежал. Вечер приходит, он выходит на трассу и побежал. Ну, я умный, предпочитал на велосипеде все-таки. Зачем бить эту землю ногами? Подумаю, ладно, ты побежишь, а потом перестанешь, поумнеешь тоже. Он, нет, я бегу. Мне 15 лет, нам, мы одного возраста, он бежит. Мне 16 лет, он бегает. Мне 17 лет, он бегает. Мне 18 лет, он бегает. В армию ушел, вернулся, он бегает. После армии, после... Я женился, он все равно бегает. Он женился, бегает. Я с ним 6 лет назад встретился. Мы не виделись больше 20, по-моему, лет. Он бегает. Я говорю, как ты выглядишь так молодо? Мне уже 80 дают. Ты как пацан, 25 лет. Откуда у тебя? Он говорит, я бегаю. Как можно так бегать? У тебя дети уже выросли, с тобой бегают? Как вы думаете, я же лечу, я не начал бегать. Я тоже могу бежать, но... Кто знает, добегу ли. Здесь написано, так бегите, чтобы получить. Знаете, меня удивляется, молодежь иногда, они слушают какого-то проповедника, богослова, интересные проповеди. Миссионеры приходят, говорят, вот это, вот это мы сделали, там покаялись, племена построили церкви, открыли что-то еще. И человек сидит и думает, я тоже так хочу. Господи, используй меня, благослови меня. Отличная мысль. А ты готов бегать? Ты готов тренироваться? Ты готов рано утром вставать, читать, молиться, поститься? Ненавидеть свои грехи? Безжалостно относиться к себе? Ты готов к этой жертве? Или ты себя будешь лелеять, любить, не трогайте, я обидчивый, я такой-сякой? Ты готов пройти через все испытания, как эти спортсмены? Он говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Эти бегуны, эти спортсмены, там грамм жира, нет-нет-нет, это уже вес. Ты хочешь парить, прыгать, вертеться, чего ты хочешь? Хочу. Ты хочешь бежать по стадиону, там махать ручкой? Мама, папа, я бегу. Или ты хочешь видеть финишную черту, как ты пробиваешь, как разрывается эта ленточка, и говорят, он победитель, вот венец, вот награда. Все зависит от того, что я хочу и сколько я готов заплатить. И здесь написано, так бегите, чтобы получить. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Так бегите, чтобы получить. Усмиряйте, порабощайте тело, а тело мое, оно такое предательское, мое тело. Павел не любит нагрузки, не любит рано вставать, не любит что-то делать, давление не любит. Поесть надо, говорит, ты забыл. Смотри, сколько часов прошло, ты меня не кормишь. Ты спишь, вот так давай больше, мне это надо, не мучай себя. Будь милостив к себе. Это тела наши. А Павел говорит, а ты хочешь быть достойным? Да, тогда усмиряй, порабощай, не другого брата или сестру, не порабощай, себя, свое тело. И имей цель. Я буду бежать так, что я получу. Братья и сестры, вот на похоронах мы часто, я читаю это место, но каждый раз мне аж страшно. 2 Тимофея 4, 6, 8. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день Он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Я бы сказал, Павел, подожди, 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 подожди. Откуда ты знаешь, что тебе готовится венец? Откуда ты знаешь, что тебе готовится венец? Вы спросите себя друг друга. Мы иногда думаем, спасенный или нет. У порога дома, вот там куда-то, чтобы перевалиться туда в рай, и потом, нехай, что будет, то не нужны мне эти венцы. Я бы, главное, в аду, чтобы не попал туда. Это опасная философия. Это не христианский взгляд. А знаете почему? Потому что живем мы абы-кабы. Халатно, спустя рукава. Качества нет. У апостола Павла было качество во всем. И он говорит, я бегу не так, как просто бежать. Я бьюсь не просто так бить воздух. Меня в детстве брали двух парней. Мы боксировали. Правда, он на четыре года старался. Старше меня был. Надевали боксерский перчаток. Говорят, бейтесь. Я закрывал глаза, бил вот так куда-то. И вдруг выключался свет у меня. Ты воздух бьешь или хочешь попасть? Многие христиане, по-моему, так закрыты. Что-то типа мы делаем. Я же что-то и служу, и что-то делаю. Ты знаешь вообще, что ты делаешь? Есть в твоих делах, поведения, поступках, цели, вот это заветное желание так пробежать эту жизнь, чтобы в конце сказать, а не какое спасение? Я с этим вопросом решил там на головок, и я сейчас венец получу. Я становлюсь жертвой. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. Там переводится еще «бег закончил» и веру сохранил. Братья и сестры, да благословит нас Господь думать о качестве нашей жизни. Если я читаю Библию, давайте качественно читать это слово. Если я молюсь, давайте качественно молиться. Если я хочу сделать добро, давайте качественно делать это добро. Давайте жить качественно, хорошо, чтобы у нас не было этой сметаны, смешанной с кефиром, а чтобы мы говорили «это настоящее что-то». Это очень сильное, цельное, прекрасное. Да благословит всех нас Господь. Я, как всегда, делаю призыв, кто желает покаяться, обрести Бога, кто устал от некачественной жизни. Придите сюда, мы помолимся с вами. Если еще вы не со Христом, вы еще не спасены, и у вас мыслей нет не то, что о награде, вы не знаете о своем будущем, вы не знаете, где вы будете сегодня, если вы закройте глаза, если вы умрете, где ваша душа будет? Если вы не знаете это, я могу вам подсказать. Мы помолимся с вами, вы обретете эту уверенность. Вы будете знать, что бы с вами ни случилось, вы будете знать, где вы будете. А тем братьям и сестрам, которые давно решили уже вопрос своего спасения, пусть Бог благословит вопросы наши, молитвы, отношения. Давайте мы помолимся еще. Братья хочет помолиться. Прости меня, Боже. Я согрешил. Дай мне жить качественной жизнью перед тобой. Будь со мной, Боже. Прости меня. Аминь. Господи, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты дал силу брату сделать этот шаг. Наверное, что-то коснулось его сердца, наверное, что-то он услышал в душе и понял, что он не так жил перед Тобой. Это прекрасное состояние, когда мы слышим Твое Слово. И Дух Святой обличает нас. Благослови Его жизнь, прости Ему грехи, Его несовершенства. Помоги Ему, Господи, сейчас бежать так, чтобы Он достиг. Помоги Ему ценить и время, и жизнь настолько, чтобы Ты был рад за Него. Укрепи Его, наполни благодатью и поведи Его дальше. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. Аминь. Я уверен, что у нас в зале есть еще люди, которые мучаются, хотели бы выйти, хотели бы сказать Господу несколько слов, но сила огромная, сила, не дающая возможность сделать этот шаг. Я пережил это, и многие из нас пережили это. Дай вам Бог сил. Пусть Он работает с вами, чтобы в один час вы обрели спасение и радость, и уверенность, и прощение грехов. Поверьте, друзья, качественная жизнь, она качественная жизнь. Она намного лучше, не поймешь какой, жизнью. Пусть Бог благословит вас в этом. Мы сейчас помолимся. Кто имеет желание, пожалуйста, и в заключение помолюсь.